здравствуйте дорогие друзья я думала я не буду уже делать рубрику мои короли королевы месяца но вы знаете хоть у меня и осталось половина моей коллекции я думаю это нечестно будет по отношению к тем орхидеям которые со мной остались которые прошли через несколько месяцев депрессивного состояния и хоть скудно но цветут ролик из этой рубрики я выпустила последний раз месяцев 6 или 7 назад и знаете кто меня смотрит давно вы знаете что 20-30 орхидей умещала в один ролик на 20 минут сейчас цветущих будет немного поэтому я могу каждый из них уделить чуть больше времени это кстати иванагара apple blossom те кто меня смотрит давно и знают что я выращивала орхидеи последнее время в орхидейной комнате как бы в теплице в такой солнечной комнаты и коллекция у меня где-то достигала 350 растений теперь у меня их осталось порядка 150 и я выращиваю их квартирных условиях последние полгода были тяжелыми для моих растений они находились и в темноте и в сухости и поливала я их не по расписанию еще пару месяцев назад я думала вообще не буду иметь никакой коллекции много растений у меня пропало некоторые подарила а те что продавала они уходили на покупку вилок ложек поварешек кастрюль уйдя от мужа я с собой забрала только свои растения и свою одежду все остальное приходилось наживать как говорится с нуля и на мои бедные орхидеи не оставалось никаких эмоциональных сил и это конечно же сказалось на скудном цветении потом много орхидей ушло те которые были с бутонами но с бутонами орхидея больше в цене правильно и живя на новом месте до меня доходит что я их смогу вынести на улицу на это лето они наберутся сил нальются их бульбы от солнца промоется их корни дождиком и уже к следующей зиме моя коллекция снова наберется сил орхи они конечно живучие но чтобы добиться от них полного потенциала шикарного цветения к этому должны быть подобающие условия и соответствующий уход игнорировать их можно долго но если ты их оставляешь бесполивые в темноте на долгое время забудь про шикарное цветение это кстати манхэттен ну а теперь давайте про каждое растение я расскажу поподробнее начнем с котлей котлеи самые мои любимые орхидеи ну после фаленопсисов вот это огромная котлея айвин финной показала в чехле бутон четыре недели назад в моем уходе она четыре года это огромное растение посмотрите какой у нее широкий лист почти на мою ладошку за прошлый сезон она выдала три хороших роста и только один будет свистеть кросби скажи привет всем нашим друзьям здесь на ютюбе и роза я выходная и собаки гостят у меня но вернемся к нашей айрин вот прошла еще недели посмотрите какой дятел здесь вылупился вот у всех чехлы прорываются кверху а вот это посмотри как проклюнуло клювиком да один цветок на такое громадное растение знаете в лучшие времена для этого растения она выдавала по два цветоноса по три цветка на каждом видите сок это растение выделяет сок перед цветением как бы прикармливая насекомых чтобы они прилетали потом а на прикормленное место и опыляли растения вот он раскрывается он очень крупный spring best лучшее весеннее это вот вариация этой айрин финной сегодня это вот полное ее раскрытие у меня нет линейки но есть дайте такая сантиметровая лента мне одной рукой трудно снять показать вот размер капли красиво да я вот только опрыскала растения сегодня утром короче 21 сантиметр от левого кончика лепестка до правого после того когда она цветет я ее обязательно пересажу потому что пришло время видите как поставила я ее горшок в горшок для устойчивости купила я ее у хаузермана оркет есть в штате иллиноис такая теплица где карл хаузерман сто лет назад обосновал вот эту орхидейную теплицу видите вон пустые чехлы как бы говорят мне в укор вот ты на нас забила и мы для тебя не процветем видите а до этого с каждого чехла она цвела котли не любят долго стоять сухими вот видите даже у нее было четыре бульбы четыре новых роста за прошлый сезон и вот по самый последний она отсушила недостаточный полив недостаточно цветов соответственно в этом гибриде 40 процентов котлеи mossi также в ней и пурпураты и давиана после деления пересадки я буду формировать бульбы чтобы они росли несколько компактнее аромат у нее сногсшибательный такой конкретный котлейный сладкий аромат эта фотография цветения этой котлеи год или два назад когда на цветоносе было по три цветка и когда она стояла с подсветкой даже окраска цветов была намного ярче ничего главное растение живое от цветоносы нарастим следующее возвращаемся снова в четыре недели назад и будем наблюдать за развитием бутонов котлеи шредера это растение цветет для меня в первый раз и мне не терпится увидеть ее нежные цветы растение я купила два года назад и год она адаптировалась и вот сейчас я жду не дождусь родом она из колумбии открыли ее где-то в 1800 каких-то там годах когда один коллекционер орхидей барон шедера из англии купил большую партию растений от одного собирателя или охотника за орхидеями и среди этой партии оказалась одна неопознанная заметьте у нее белые лепестки в начале когда она только-только начала раскрываться цвет будет со временем меняться и вот это неопознанная орхидея котлея сначала подумали что это котлея трианы теперь у нее появился розовый оттенок сама нежность какая-то зефирно-ванильная цветка но не зефирно-ванильный аромат по описанию она должна благоухать но нет аромата пока нет может быть появится потом и так как цветок у нее оказался таким но очень очень женственным уже потом разобравшись что это не котлея трианы ее назвали котлеей шредера но не в честь барона а в честь баронессы шредер фотографии и я не видела но предполагаю что она была красивой и утонченной особой раз в честь нее назвали такую красивую орхидею что я заметила это котлея быстрорастущая после того как она цветет она сразу выдаст новый рост и концу лета он уже завершит свое развитие и если повезет то в августе она может снова начать волну роста и выдать еще один рост который на зиму уходит как бы вот спячку я ее зимой практически не поливала не поливала зимой практически все орхидеи и видимо вот этой очень это дело понравилось потому что пробудилась к росту она феврале внутри чехла я заметила какое-то движение да и уже начала ее поливать видите это вариация деликаты на одном цветоносе у нее может быть и 3 и 5 цветков и даже зарегистрированы случаи что 7 цветков было на одном цветоносе у шредера да она похожа на три она этой губа как сплошная рюшка такая махровая цветы конечно не такие крупные но слева направо 16 сантиметров и знаете еще какой у нее плюс она цветет уже пять недель на данный момент если держать ее в комнате с прохладной температурой 6 недель будет вообще для нее процвести легко иван агара apple blossom в моей коллекции 6 или 7 лет это сложный гибрид между лиле и бросоволой котлея и диакриумом цветонос был на три бутона и вот в эти тяжелые времена во времена дефицита цветущих орхидей я еще и умудрилась потерять один бутон из трех знаете это растение у меня делилась только один раз так же как и предыдущий котлее шредера ей нужен период покоя она завершает рост бульб где-то концу осени и выдает чехол и потом засыпает марте этот новый рост начинает выдавать свои собственные корни чехле тоже замечается некоторая активность и вот в этот момент я начинаю полив орхидеи а до этого зимнее время конечно там буквально по чайной ложке ну надо следить за бульбой если не мощится то и поливать их нечего ответь и не ухаживала из орхидеи и не сформировала вот этот рост во время теперь вот на полметра он будет занимать место больше с орхидеями вот так проигнорировал не ухаживала как следует и все теперь жди только следующего года чтобы было пышное цветение надо ухаживать а вот здесь у нее есть еще один цветонос но видимо из-за недостатка света он не развился ну ничего как есть так и есть повешаю этот горшок на улицу и за лето будем набираться сил а вот в предыдущие годы она у меня цвела и на три цветка и на пять цветков а вообще говорят что может свести до семи цветков на одном цветоносе следующее это дендробиум blue planet голубая планета вид орхидеи дендробиум фаленопсис мне никогда не давалось легко то они у меня листья засушивают то корни засушивают то бульбы мощится я начинаю поливать больше гниют корни вот этот мне подарила в прошлом сентябре моя подруга залина из флориды прислала посылкой и вот этой весной я получила цветение чему очень даже сильно удивляюсь почему его назвали голубой планеты непонятно для меня планета это фиолетовая дендрофалы не имеют аромата все равно цветы красивые хоть спереди хоть с оборотной стороны цветение обычно у них продолжительная полтора месяца как минимум видела во флориде конечно на улице они цветут огромными огромными шапками а это растение то же самое только в саду у залины смотрите цветочки несколько другой окраски и на лепестках вот такие белые кончики у моего такого нет и мой мне кажется несколько темнее да вот если сравнить но опять же это может зависеть и от камеры которые снимаем у меня несколько цветущих фалов но все они цветут очень скудно что хвалиться нечем мне кажется в моей квартире в моих апартаментах для них была слишком холодная температура зимой когда я переехала то чтобы был не очень высокий счет за электричество я держала температуру где-то 16 ночью и 18 днем для фаленопсисов особенно таких вот азиатских это конечно низкая температура тем не менее вот этот фау парфюмерная фабрика я его купила в прошлом сентябре дал ответвление на старых цветоносах цветочки ну такие ароматные такие лапочки следующем году устрою им более теплую зиму чтобы цвели пышнее не любят они холодных температур а вот это кадры прошлого сентября вот так он свел в прошлом году ой какая у меня красивая столешница была была да сплыла и пофиг остановлюсь еще на одном любимом фаленопсисе этот называется forever love прошлой осенью мне подарила его моя орхидейная подруга ольга из клевленда название у него не было но на канале мне помогли определить название по-моему лена шилова тогда сказала что это фарива love вечная любовь что интересно один из родителей forever love это фаленопсис сога лоренс который мы знаем очень ароматный этот не ароматный вот так он ярко выглядел в сентябре прошлого года смотрите какие у него цветочки прямо от лепесточки так загибаются такой чашечкой но такая лапочка я так обрадовалась этому подарку и вот это цветение держалась довольно таки долго пока он жил в отапливаемой теплой яркой оранжере и а потом когда я переехала в апартаменты в холоде конечно он отцвел но на сегодняшний день я радуюсь тем ответвлением которые получила и смотрите какие яркие цветы у него есть брат-близнец оля купила два растения одну оставила себе одну подарила мне а вот это кадры и и растения на сегодняшний момент ну понятное дело у нее цветочков больше слава богу и и орхи депрессию не переживали а вот этот желтый цветок представляете это еще тот сентября до сих пор у нее цветет я конечно в шоке была смотрите как со временем меняется расцветка начинаются такими яркими да и потом заканчиваются вот такими желтыми то есть у нее он свел 9 месяцев а сколько он свел до того как она купила никто не знает это один из самых старейших моих фаленопсисов принц окс мой любимец была у него подруга ванда цвела точно так же больше ее нет с нами я ее потеряла я ее потеряла она высохла была у меня малиновая ванда смотрю на него и такие грустные воспоминания о похожих цветах ванды а это фаленопсис манхэттен я так думаю купила его тоже без названия если я не права дайте мне знать до цветущих орхидеи мало но ничего и я и мои орхи мы выйдем на новый уровень и все у нас будет хорошо я все равно выберу самую красивую орхидеи месяца королем орхидеи ним я назначаю фаленопсис принц окс снимаю теперь вечером вот так выглядят его цветы в лучах заката цвет падает на него через жалюзи видны такие полоски а к нему королевой но тут без сомнения конечно же королевой назначается котлея шодера уже пятая неделя цветения и розовый цвет стал немножко пропадать мне кажется больше белого спасибо дорогие друзья что были со мной дайте мне время и я верну свою коллекцию к полному потенциалу как в старые времена на этом все желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим орхачкам пока пока и и и и